Мальдивы Мальдивы всегда считались страной для богатых туристов, которые любят приватный отдых и готовы потратить на это немалые деньги. Сегодня Мальдивы ассоциируются со словом «можно» и «доступно», ведь это одна из немногих стран, открытых для россиян в наше неспокойное время. Если вы смотрите это видео не в 2021 году, то ситуация, конечно, могла поменяться как в лучшую, так и в худшую сторону. Но в этом году Мальдивы по посещению нашими российскими туристами вышли на первое место среди других стран и стали немножечко доступнее. Но все же эта страна для тех, у кого 5-10 тысяч долларов исчезнут со счета без ущерба для бюджета. Я бы никогда не побывал на Мальдивах, если бы не был дайвинг-инструктором. Я бы никогда не увидел эти красивые острова в Индийском океане, если бы не моя упертость идти к своей цели и достигать своей мечты. Конечно, я не видел всех островов, но я могу показать вам и рассказать то, чего не расскажет ни один туроператор. Все в курсе, что на Мальдивах суперпляжи, вечное лето и максимально инстаграмные виды. Но что на самом деле вы знаете про это далекое государство, затерянное в Индийском океане? Мальдивы – это островное государство. Название Мальдивы происходит от двух индусских слов – Маал – дворец и Дивы – остров. Территория страны насчитывает аж 1192 острова, объединенные в 26 атоллов. Атоллы – это группы коралловых островов, располагающихся обычно в кольце. Из всех этих островов лишь только 200 заселены людьми, и еще порядка 100 – это острова-отель. Самый первый остров-отель, открывшийся в 1972 году прошлого столетия, называется Курумба, и располагается он всего в трех километрах от столицы Мале. Мале – столица Мальдивских островов, одна из самых маленьких столиц мира, а также один из самых густо населенных городов на планете. Сам город располагается на четырех островах, один из которых – остров-аэропорт в Кулуле, новый микрорайон в Кулу-Мале, маленький остров Велингели и старый Мале. Мале – это город с плотной застройкой. Ощутить, как плотно друг к другу стоят здания, можно только лишь с высоты птичьего полета. Везде, где можно построить этажи вверх, там идет строительство, потому как свободных мест на земле уже давно нет. С 2018 года остров Хулу-Мале, остров-аэропорт и старый Мале соединили между собой, построив мост. Это была грандиозная стройка в истории Мальдивии, в которой и деньгами, и помощью поучаствовал Китай. И теперь добраться из аэропорта до города можно как на пароме, так и на машине. С высоты город красивый, но внутри очень узкий. Есть улицы, где сложно разъехаться даже двум маленьким машинкам. В общем, старый Мале, как типичный азиатский мегаполис, застроен высокими домами и государственными учреждениями. В столице имеется все, что положено иметь восточному городу. Мечети, рынок, магазины с сувенирами, маленькие кафе и, конечно же, отели. Так как страна мусульманская, здесь нет алкогольных баров от слова совсем. И скоротать вечер вы можете в чайных, кофейных и безалкогольных ресторанах. В общем, посетить Мале стоит. Если вы турист со стажем, хотя бы для того, чтобы сравнить его с другими столицами. Давайте теперь полетаем над островами, которые посещали раньше только дяди с толстыми кошельками и красивыми моделями. А теперь и мы можем прикоснуться к прекрасным. Каждый из островов-ризоттов не похож на другие, но все они окружены океаном и утопают тропической зеленью. Мальдивы – самое популярное место для проведения медового месяца в мире. Сотни пар ежегодно начинают свою совместную жизнь с этих баунти-мест. Тысячи инстаграмных фоток загружаются ежедневно в различные соцсети, дабы вызвать зависть у тех, у кого душит жаба потратить большие деньги на эти красоты. Одно из популярных мест для прогулок – это Сэндбэнки. По нашим – песчаные косы, которые поднимаются из воды во время отлива и дают возможность представить себя на необитаемом острове. Если вы хотите, чтобы вам никто не мешал, если вы хотите релакс, состоящий из белоснежных пляжей, шума океана и тропических пальм, то вам нужно непременно посетить эти острова. Даже во время низкого сезона, когда часто идут дожди, а это с мая по сентябрь, погода на островах комфортная и подходящая для отдыха. Отдых на Мальдивах может быть не только ленивым, но и активным. Это прогулки на яхтах, это вечерние закаты на популярных сейчас сапбордах, каяках, это полеты на парашюте, который тянет за собой лодка, и вверху вы будете впечатлены шикарнейшими видами. На Мальдивах много различных водных экскурсий. Можно просто плавать с маской и трубкой, можно кататься на вейкборде и водных лыжах, на водных мотоциклах и катамаранах. Большинство островов-отелей принадлежит местным мальдивским бизнесменам. Примерно четверть выкуплено иностранцами. Островов пустующих полно, и если есть у вас лишние примерно 3 миллиона евро, то вы тоже можете стать хозяином своего личного острова и развивать его в области туризма. Остров, на котором я работаю, или правильно будет сказать, в будущем работал, принадлежит очень богатой мальдивской семье. Сейчас я вам его покажу. Таких островов у них, внимание, аж 14. Вот он, это Велосаро Резон. По местным меркам это средний по размеру остров-отель. Примерно на 200-250 гостей. И еще столько же персонала будет работать на то, чтобы ваш отдых был незабываемым. С каждой стороны острова есть песчаные пляжи, где вам никто не помешает чувствовать себя в релаксе. А у обладателей водных вилл будут персональные выходы в море. Можно прям с виллы нырнуть в лагуну. Вот они как раз видны с одной стороны острова. С другой стороны лагуны вторые водные виллы, где вы тоже будете себя чувствовать полностью в релаксе. У этих вилл есть маленький бассейн. Если вы не хотите купаться в океане, то персональный бассейн будет специально приготовлен для вас. Это причал, где провожают и встречают гостей из аэропорта и маленький дайв-центр. Весь остров утопает в зелень, а по периферии располагаются пляжные бунгало. У каждого бунгало тоже есть свой выход в лагуну. В центре острова небольшой теннисный корт для любителей спорта. И, если вы видите длинные крыши, это Став Эрия. Там живет персонал. У большинства отелей и островов все сделано так, чтобы вы каждую минуту чувствовали себя в VIP. Бьюти-вьюс будет с каждой стороны вашего плеча, а также впереди и сзади. Изумрудная вода в лагунах, влоснежные пляжи, голубое небо и спа-процедуры. Спа – это неотъемлемая часть в отдыхе на Мальдивах. Домики сверху смотрятся как грибочки. А у каждого домика прикреплен персональный бой-рум. Хотите посмотреть, что внутри? Пошли со мной. Все уголки в номерах заполнены уютом благодаря этому пареньку, который ваше отсутствие, пока вы будете плескаться в океане, будет убирать на место разбросанные вами носочки. А когда вы уедете, будет грустить и думать о вас, глядя на закат. Я желаю каждому из вас побывать на этих островах. Когда я отсюда уеду, конечно, я буду грустить и вспоминать время, проведенное здесь. Но я могу сказать, что я жил здесь и я видел эти сказочные Мальдивы. Всем спасибо за просмотр. Я буду очень рад, если вам понравилось. А если вы поделитесь этим видео со своими друзьями, вы сделаете мне приятно. Пока я монтировал это видео, у меня появились новые идеи и скоро я вам их представлю. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok